Выдающийся дипломат родился в деревне Старой Громыки Ветковского района. С 13 лет мальчик с отцом ездили на заработки в окрестности села, рубили и сплавляли по реке лес. Рассказы отца о пребывании за рубежом и участии в военных сражениях оказали существенное влияние на формирование личности будущего руководителя советской дипломатии. В официальных биографиях Громыки указывалось крестьянское происхождение, с чем и связан его мягкий белорусский акцент, который он пронес через всю жизнь. Каждое полезное начинание, идущее в этом направлении, всегда встретит понимание и активную поддержку со стороны советского правительства. Порядка 20 лет, даже больше своей жизни, начиная с рождения, Андрей Андреевич провел на этой земле. Гомель для него в жизни был первый большой город, в который он приезжал и работал здесь. Громыко, безусловно, впитал в себя все лучшее, все хорошее, что дала ему эта земля. И, в общем-то, через всю свою жизнь он прошел с любовью к этой земле. Андрей Громыко начал свою дипломатическую карьеру в 1939 году. Его назначили на должность заведующего отделом США в Народном комиссариате иностранных дел. Осенью того же года Андрея Андреевича перевели на работу в посольство СССР в Вашингтоне. С конца 40-х годов в интересах страны Громыко более 20 раз воспользовался правом вета в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, после чего получил прозвище «Мистер Нет». На дипломатической службе он находился почти полвека. Около 30 лет возглавлял Министерство иностранных дел СССР. За это время благодаря ему было подписано большое количество важных международных соглашений. О нем написаны сотни исследований, десятки диссертаций. Его имя звучит в воспоминаниях выдающихся дипломатов. Его наследие имеет огромное значение для всего пространства нынешнего СССР. Именно благодаря Андрею Андреевичу Громыко Республика Беларусь является полноправным членом и основателем Организации Объединенных Наций. Наши белорусские друзья последовательно отстаивают свой суверенитет, свою безопасность, свое право на выбор своего пути собственного развития. И все это было заложено благодаря деятельности Андрея Андреевича Громыко. Чтобы почтить память выдающегося дипломата своего времени, в Гомеле организовали двухдневную международную научную конференцию, которая получила название «Громыкинские чтения». Их насыщенная программа, помимо непосредственно научной части, включала ряд массовых мероприятий. У бюста Андрея Громыко в центре города состоялся митинг. Имя Андрея Андреевича Громыко всегда было на устах. Это гордость нашей страны, это символ настоящей дипломатии. Мы должны гордиться такими людьми, что они родились на нашей земле, что мы сопричастны к этому человеку, от которого зависело очень многое в мировом масштабе. После митинга участники конференции посетили малую родину мистера Нет, деревню Старой Громыки. Именно эта земля закалила в нем мужество, стойкость и любовь к своей стране. Земля, которая дала ему очень многое, заложила, видимо, в нем и характер, и какую-то систему взглядов. И, наверное, вот все эти воспоминания, которые он пронес через всю жизнь, жизнь для него были большим подспорьем, таким фундаментом, который позволял ему быть твердым, невозмутимым, проявлять свой характер. Конференция «Громыкинские чтения» – значимое событие в научной сфере. Она стоит на стыке нескольких наук – истории, политологии и истории международных отношений. В мероприятии приняли участие академики из Белоруссии и России, профессоры, доценты и победители международных конкурсов. Уровень конференции достаточно высокий. Эта конференция имеет, с одной стороны, и научно-теоретический характер, с другой стороны, и практический характер, прикладной и, в каком-то смысле, просветительский. Само название говорит о том, что у этой темы конференции есть потенциал, и она, видимо, будет продолжаться. Андрей Громыко – прекрасный дипломат, внесший большой вклад в создание мировой системы безопасности. Многое из того, что он сделал во второй половине XX века, до сих пор является основой международных отношений. Профессионализм, преданность делу, верность принципам и идеалам своей страны – таково наследие ярчайшего представителя дипломатической школы советской эпохи. Даниил Дроботов, Владислава Супруновская, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели.